Сегодня мы поговорим о том, что делать вот с такими саженцами. Саженцами, которые начали просыпаться раньше времени. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградерству и виноделию. Зовут меня Светлана. Вы был по образованию виноградер, по призванию. С нами все это понятно и доступно. Прежде чем мы начнем говорить о конкретных действиях с проросшими саженцами, следует сказать, что специально стимулировать саженцы на раннее проращивание не стоит. По крайней мере, мы это не советуем. Конечно, у кого-то может быть абсолютно иное мнение. Оно имеет право быть тем не менее. Мы считаем, что специально этого делать не нужно. Если саженец спит, мы его либо высаживаем спящий, либо храним спящий. До момента, когда высадим. Но уже если случилось так, что он стал распускать почки, то все остальные наши действия – это уже вынужденная мера. Тем не менее, так бывает, так случается. И сейчас расскажу, что с этим делать. Буквально недавно мы снимали ролик о посадке. И говорили о том, что вот саженцы в таком спящем состоянии, те, у которых не раскрылись почки, можно высаживать абсолютно в любое время, когда у нас не замерзшая земля. Хоть осенью, хоть весной, хоть когда угодно. Когда растение в спящем состоянии, легкий заморозок, легкий мороз ему не страшен. Но если почки проснулись, здесь вот они проснулись сильно, вот на этом малыша пока немного, но уже такая почка будет повреждена морозом, если этот самый мороз случится. Даже если будет легкий заморозок. Соответственно, высаживать такие растения в открытый грунт имеет смысл тогда, когда опасность этих самых заморозков пройдет. Ну, либо нам надо думать будет, как такие растения от заморозков защитить. Поскольку у нас еще конец марта, а такие ситуации могут возникать, повторю еще раз, по различным причинам, в данный раз говорю, что с такими саженцами делать. А здесь все просто. Такие растения мы помещаем в емкости с землей. И чем больше емкость будет, тем лучше. Пятилитровая бутыль обрезана идеально. Но если нет пятилитровой, то можно, конечно, высаживать и вот в такие вот, ну, к примеру, бошки. Важно при посадке, смотрите, мы хорошо обрезаем корневую, чтобы вот в той емкости, в которую вы посадите это растение, вы смогли корни вот так вот хорошо расправить. Соответственно, если пятилитровая, вот сейчас примерно все-все подходит. Для пятилитрового можно отрезать немножко. Не бойтесь резать корни, потому что на этих срезах пойдут корни всасывающие, беленькие. Это именно те корни, которые будут кормить растение. Все в баночке распримирили. Вот так вот эти корешки и посадили. Вопрос, нужно ли подрезать вверх. Все зависит от саженца. Смотрите, здесь растение выросло с нижней почки. Да, и наша глубина посадки будет примерно вот такая. Вот такая вот. Зачем мне его обрезать? Обрезать не надо. Здесь у нас сверху останется примерно 4 почки. Посмотрим, как они начнут расти. И тогда решим, что убрать, что оставить. Скорее всего, что останется 2. В банку мы высаживаем примерно вот так, чтобы к корням корни-то растут вместе, чтобы было куда расти. Если до высадки остается еще достаточно времени и у вас есть такая возможность, то желательно саженца поставить не в самое теплое место. Застекленный балкон, что-то такое, где будет прохладно, чтобы они сильно не разгонялись. Если, конечно, такой возможности нету, ставим просто на подоконник вместо светлое и пусть растут. И дальше уже при высадке будет важный момент, поскольку, скорее всего, у вас саженцы будут стоять дома на подоконниках. То есть они будут расти при, скажем так, ограниченном освещении. При высадке обязательно на несколько дней немножко притянить, чтобы весеннее солнце не полило зеленую листу. И последний вопрос. Мы его уже частично касались, что убирать у саженца, что оставлять, сколько почек оставлять. Смотрите, вот это классический пример. Саженца оставлен достаточно неплохой запас и, конечно, в идеале было бы его где-нибудь вот так вот отрезать. И вот здесь бы у нас пошли пробуждаться почки. Ну вот он стал вот так вот расти, и, да, проснулись две почки верхние. Конечно, кто-то тоже скажет, что надо их обломать, тогда пойдут почки нижние. Но смотрите, вот эта нижняя почка, да, она вроде как просыпается и набухает, а остальные молчат. И проснуться они или нет, в теории должны, но виноград об этом не знает. Поэтому на ваше усмотрение. Можно вот эти выломать, и ждать почек снизу. Ну, если вдруг по какой-то причине там что-то не пойдет, или пойдет слабенько, то никто не виноват. Решение ваше. Либо оставлять так, как есть. Растут вот эти две верхние почки и растут. А как потом садить, скажут некоторые. Вот это же неправильно. И так далее. Никто нам не мешает. Вот абсолютно никто. В дальнейшем это саженец вот так вот посудить под наклоном в нужную нам сторону. В дальнейшем формировать так, как нам удобно. Это раз. Второе. Если вы вдруг решите формировать перголу, да, либо штамп, то вам вообще достаточно одной почки, да, самой верхней. То есть тут очень многое зависит от формировки. Конечно, в наших регионах мы формируем веера, мы делаем формировки укрытные, да, но на всякий случай я вам говорю, что есть другие варианты. И, да, для укрытных формировок вот так посудили под наклон. Флорда почти горизонтально. И все, никакой проблемы нету. Ну, это классический случай, когда у нас проснулось две почки, да. Тоже мы уже говорили, что оставлять от двух до четырех. И смотреть, удалить вы всегда успеете. Смотрите по состоянию растения, по тому, как оно будет развиваться. Что точно надо удалять, это два визуточки. Вот смотрите. Пример. Вот такой у нас саженец. Смотрите, я еще разверну другую сторону. Здесь даже не двойничок, а тройничок. Видите, из одного места этот раз, два, три почки. Значит, вот это мы убираем, но вот это лишнее. в принципе, вот этот, пока что можно оставить, чуть-чуть понаблюдать, как растение будет расти. Видите, вот этот, ну, такой довольно крупный, ну, и верхний. а эти два слабых, вот с недельку. Смотрите, если они так и останутся, слабенькие, мы их оба уберем. Убрать можно всегда, только в момент. Подошли сегодня к саженцу, посмотрели, вам все нравится. подошли завтра, видите, что как-то вам не нравится, взяли, убрали, никто вас в шею не гонит. Смотрите, еще такой пример. Ну, мало ли, конечно, пример не типичный, ну, всяко может быть, может, у вас плохо. Вызрел какой-то саженец, его забрали на домашнюю зимовку, да, вариантов может быть. То есть, это вообще старый черенок, из которого в прошлом году вырос маленький тонюшенький побег, который практически не выстрел. Мы здесь видим три почки, абсолютно одинаково развивающиеся. И, ну, вот это она сама по себе, а здесь двойничок. Вот этот двойничок пока что можно не выламывать. И если все будет хорошо, если саженец себя нормально чувствует, он может и все эти три побега нормально развивать. У него будет нормальная нагрузка. Опять же, как садить в таком случае, да, они все у нас направлены в одну сторону. Еще раз говорю, да, мы можем посадить вот так вот, вплоть до закопать вот это, вот это место. И получаем растущие из земли в будущем три рукава. опять же, вариантов может быть много. Уже видите, раз, два, три, четыре. Вот здесь я бы еще недвижку подождала и скорее всего, что вот этот двойничок удалится и возможно вот этот. А может быть и оставим все четыре. Опять же, смотрим, как растет, как развивается и решаем, надо нам что-то убирать или не надо. Ну, примерно цифры, вот на что опираться, я вам сказала. От двух до четырех. Еще пару слов касательно дальнейшей формировки таких саженцев. тоже, я просто тоже предвижу, я знаю, какие пишут комментарии, что что ты советуешь, ты все советуешь, не так, слишком много и так далее. Смотрите, все растения разные, как люди, в общем-то, у них одни силы, у других другие. Кроме того, есть сильно рослые сорта. Поэтому я вам говорю, не спешите выламывать, понаблюдайте, посмотрите, как растение себя ведет, потому что есть реальные сорта, которые в первый год выгоняют плозы и по два, и по три метра. И опять же, такие лозы потом, если они вызрели, то нет смысла обрезать на две почки. Смотрите, вот маленькая такая картинка на примере того саженца, который я вам показывала, вот я прорисовала, каким он может быть. То есть, да, он хорошо растет, мы понимаем, что мы вот, да, я привела конкретный пример, оставили три почки, выросло три побега, не очень вызрели, обрезаем коротко, да, можно даже не на две почки, а может быть на три. Если они хорошо вызрили, да, если выросли, за лето у нас хорошие побеги, то это будет нижняя картинка, мы сразу уже можем формировать руковод, тогда у нас будет три, ну, что четвертый потом отрастет. Но опять же, это мы сейчас оставляем три, а дальше смотрим, я уже об этом говорила и повторю еще раз, видим, что слабенько развиваются эти побеги, либо кто-то отстает, видно, что растение не тянет, тогда мы выламываем и может быть даже оставим один. все зависит от того, как растение себя чувствует. И если вы немножечко вот к нему прислушаетесь, то вы вполне легко это увидите и поймете. Также не забываем при высадке вот таких вот саженцев, уже вегетирующих с зелеными победами в дальнейшем открытый грунт на некоторое время несколько защитить их от открытого солнца, например, легким спонбонным. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч!